Северо-Енисейский район ждал круглосуточной и всесезонной связи с большой землей. Даже все наши с вами общие мечты были о сближении с краем. Мы мечтали об оптоволоконном интернете, и он у нас появился. Да, пока не идеальный, но все же. Мы мечтали о хорошей дороге, и уже не первый год идут масштабные работы по ее улучшению. Ехать уже стало заметно комфортнее. В конце концов, мы мечтали о том, чтобы у нас был мост через Енисей. И вот положено начало реализации и этой мечты. 28 октября губернатор Красноярского края Александр Ус торжественно открыл начало строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Сегодня Красноярский край является признанным лидером золотодобычи. И основное наше золото там, за рекой, в Северо-Енисейском районе. По самым скромным подсчетам, в ближайшие годы здесь в качестве инвестиций будет вложено порядка 180 миллиардов рублей, а это означает более 20 тысяч рабочих мест и серьезный прирост налогового потенциала. Но самое главное, что там живут наши люди. Их больше 13 тысяч. И строительство этого моста сделает для них и Красноярский, как принято говорить, большую землю ближе и доступней. Мост получил название по имени прилегающего поселка Высокогорский. Он станет седьмым автомобильным мостом через Енисей. При этом самым северным из них. Как отметил глава Енисейского района Александр Кулешов, построить его планировали и другие губернаторы. Как правило, все предвыборные кампании, которые проводились на территории, они отыгрывали ситуацию строительства этого моста. Но получилось, к счастью, наверное, получилось все-таки у Александра Викторовича, за что жители Енисейского района ему благодарны. На сегодняшний день через Енисей действует несколько паромных и ледовых переправ. И, несомненно, мост необходим обеим берегам. Но, как отмечает депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов, в первую очередь мост важен для тех, кто живет на правой стороне. А это примерно 100 тысяч жителей. В том числе и Северо-Енисейский район. «Я уверен, что надо еще 5-6 мостов построить через Енисей», – сказал Владимир Петрович. «Если бы каждые 2-3 года по одному мосту, я думаю, жизнь была бы еще прекрасней». Мост обеспечит круглосуточную транспортную связь в любое время года, что важно для золотодобывающих компаний нашего района, которые добывают, между прочим, 25% всего российского золота. В Северо-Енисейском районе находится наше основное золото. И это сделает добычу драгоценного металла, что называется, более рентабельной, более эффективной. Как известно, в поле золота планируют строить еще одну обогатительную фабрику, также в рамках комплекса инвестиционного программы «Енисейская Сибирь». Это также важно. А преимущества для самих жителей никому из северенесейцев особо описывать не надо. Путь из северенесейского до переправы немал. Чтобы не опоздать на паром, приходится выезжать на пару часов раньше положенного. Ведь 300 километров пути по нашей дороге не очень безопасны. А опоздание на ночной паром означает, что следующий придется ждать до утра. Пройдет 20-25 лет, и жители Северенесейского района, Потапово, Потесово, Епишино, Высокогорска будут спрашивать, а как вы жили без моста? Как вообще вы могли жить без связи с землей? В общем, в плюсе будут все. Остается подождать до осени 2023 года, когда компания «Мостострой-11» сдаст его в эксплуатацию. Александр Попко, Северенесейская информационная служба.